Давайте проведем простой эксперимент. Прижмите ладонь к бедру или к животу с определенной силой. Обратите внимание, какое давление или боль вы испытываете. После этого надавите кончиком указательного пальца на то же место с тем же усилием. Ощущается ли это иначе, чем при нажатии всей ладонью? Естественно, да. Давление сильнее и, возможно, даже стало больно. Приложенная сила была одинаковая, однако площадь, к которой она была применена, во второй ситуации была меньше, следовательно, сила была более сфокусированной, что привело к увеличению давления. Из этого закона физики мы понимаем простую, но фундаментальную концепцию. Чтобы сила была более эффективной и мощной, она должна быть более сфокусированной. У каждого человека есть определенный потенциал, а в особенности молодежь – это бурлящие фонтаны потенциала и силы. Молодые люди более энергичны и оптимистичны, чем люди постарше. Более того, им не мешают обязанности взрослой жизни, такие как создание семьи, поиск средств к существованию и так далее. Итак, если амбициозная молодежь обуздает свою силу и энергию, представьте, какие мощные результаты это может принести. Представьте себе, какими активами они стали бы для ислама и уммы в различных сферах. К сожалению, чаще всего они тратят эту энергию зря, поскольку им не хватает целеустремленности. Они обладают талантом, интеллектом и наделены сильным телом, но все эти блага растрачиваются в праздных занятиях и легкомысленной деятельности. Говоря короче, весь фокус сегодня сводится к ведению хорошей и комфортной жизни, не более того. Таким образом, все внимание сосредоточено на зарабатывании денег, ну а если их достаточно, то основное внимание уделяется получению удовольствия от этих же денег. Когда мы сравниваем себя с праведными предшественниками, то мы обнаруживаем, что с юных лет их сердца уже пылали целеустремленностью. В эпоху сподвижников, да будет доволен имя Аллах, мы слышали о случаях, когда совсем молодые юноши пытались незаметно проскользнуть в поход, чтобы также сражаться с неверными. Муаз ибн Афра и Муаз ибн Амир Аль-Джамух были молодыми юношами, ведь они лишили жизни Абу-Джахля. Для сравнения, некоторые молодые люди сегодня обманывают своих родителей ради того, чтобы шастать по ночным клубам и по другим логовам греха и порока. В возрасте 15-18 лет имам Шафи'и, рахимахллах, уже выносил фетвы. К сожалению, в 18 лет многие из нас все еще наивны и незрелы, им даже нельзя доверить ключ от машины. Мауляна Абуль-Хасан Али-Надуи, рахимахллах, был алимом, революционером, мыслителем и историком, получившим признание во всем мире. Он был родом из Индии, но искусно владел арабским языком и создавал литературные произведения на арабском языке, которые сегодня используются в качестве учебников. Если оглянуться на его детство, мы обнаружим, что его мать была причиной его успеха, поскольку она посеяла семена любви к исламу и направляла его к высшим целям – служению религии Аллаха. Она писала ему письма, призывая не терять сосредоточенность. Она говорила, ты должен посвятить свою жизнь обретению того, что является редкостью в наши дни – качеств имана и благочестия. Немногим это дано достигнуть, хотя это горящее желание пожирает их сердца, но этих хороших качеств мало кто обретает. Наблюдай за теми, кто посвятили свою жизнь в поисках знаний и обрати внимание на те высоты, которые они достигли. Посмотри на Шаха Валиюллаха, Шаха Абдул-Азиза, Абдул-Кадира и на Мауляну Мухаммада Ибрагима, засмилуется Аллах над ними всеми. Они жили с честью и покинули этот мир с добрыми делами. Как можно достигнуть такого уровня, как у них? Для того, чтобы разбудить в своем ребенке дух Ислама и вселить в него стремление служить Ему, она постоянно напоминала ему о выдающихся личностях прошлого. С юных лет она рассказывала ему о сподвижниках и побуждала его читать книги, написанные о жизни благочестивых людей. Так он получил стремление служить Исламу, и Аллах благословил его. К сожалению, вместо того, чтобы восхищаться сахабами и другими героями Ислама, сегодня молодежь боготворит футболистов, киноактеров, поп-звезд и других неверующих. А вместо того, чтобы стремиться к улучшению блага уммы, они стремятся к развлечениям и хараму. Где же сегодня стремление к религии Аллаха? Нам, родителям, необходимо сделать все возможное и невозможное для того, чтобы привить детям любовь к религии и стремление к возвышению речи Аллаха. Если мы сделаем это, и они пойдут по пути праведности, тогда они станут для нас средством получения непрерывных наград. А если будем поощрять их неправильным устремлением, то наказание за их дела коснется и нас непременно. Да наполнит Аллах наши сердца правильными целями и благословит нас смелостью к стремлениям угодных Ему Всевышнему. Аминь.